В Уральске жителей дач, оставшихся без крыши над головой из-за паводка, беспокоит жилищный вопрос. Семья Айткалиева уже неделю находится в эвакуационном пункте. По их словам, так как их жильё расположено на дачной территории, они сомневаются в получении государственной поддержки. Жалобы жителей были выслушаны нашими корреспондентами. Семья Марата Айткалиева была эвакуирована из дачного общества «Тополёк» в Мичуринскую среднюю школу 4 апреля. Их дом, как рассказывает глава семейства, непригоден для проживания, так как жильё затопила вода. А Айткалиевой с тремя детьми вынуждены были поселиться в эвакуационном пункте в Мичуринской среднеобщеобразовательной школе. Несмотря на предоставление продовольствия, хозяйственных и гигиенических средств, это неблагоприятное место для ребёнка, отмечает глава семьи. А его супруга утверждает, что акимат Мичуринского сельского округа предоставил им другое – временное жильё. Однако помещение оказалось совершенно непригодным для проживания. И они вернулись в эвакуационный пункт. Семью Айткалиевых беспокоит вопрос жилья, поскольку их дом находится на дачной территории, что может создать препятствие для возмещения ущерба. Говорят, что единая компенсация не выдаётся жителям дачных участков. Вроде неделю назад сам президент приезжал, говорил, что ни один пострадавший от паводка не останется без внимания. Мы даже не получили единую помощь – около 180 тысяч тенге. Боимся, что нашей семье не помогут, и мы не сможем восстановить свой дом. С проблемой жилья также сталкивается жительница садоводческого товарищества Гульвира Сундиткалиева. Многодетная мать поселилась у родственников. Она отмечает, что оставила заявление в местный акимат. Однако ещё не получила единовременную компенсацию. «Живём у сестрёнки. У неё самой шесть детей. По-другому нет выхода. У меня новорождённый ребёнок, 13 дней всего, перенесла операцию. Мне предлагали эвакуироваться в эвопункт. Как я сюда с пятью детьми? Тут же нет условий для проживания». Представители акимата Мичуринского сельского округа отмечают, что вопрос Марата Айткалиева и Гульвири Сундиткалиевой будет рассмотрен специальной комиссией. А пока мы будем продолжать и поддерживать эти семьи за счёт гуманитарной помощи, которая поступила в область, говорит заместитель акима Мичуринского сельского округа Зинула Калиев. «Создана районная комиссия, которая будет принимать решение по данному вопросу. Ни я, ни аким Мичуринского сельского округа не принимаем окончательного решения. Комиссия будет осматривать ущерб, нанесённый наводнением. Нам невозможно заранее сказать, кто получит компенсацию, а кто нет. Существует определённый алгоритм, по которому будет работать комиссия». Как отметил Калиев, всего на дачах в Мичуринском сельском округе под воду ушли 4 дома.